Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня, как вы видите, я без слоника. Это значит то, что мы не будем есть. Это одно из редких видео, где мы не едим, а будем рассуждать о разном. В принципе, наверное, сюжет достаточно прост и, возможно, не стоит выеденного яйца, но тут такой вот случай, что вроде все правильно, но какой-то осадочек остался. Итак, значит, пошли мы в магазин и купили яйца. Ну, казалось бы, пошли в магазин и купили яйца. Что в этом такого? Эти действия совершают миллионы человек каждый день. Но у нас яйца это такая достаточно интересная тема, поскольку у нас достаточно сильно зеленое движение, оно борется за то, что куры, оказывается, когда они сидят на птицефабриках, они страдают. И вот кур надо расселять, чтобы они вольно гуляли там. И такие яйца надо маркировать. Вот, дескать, ты можешь выбирать, покупать. Что в результате, конечно, повышало цены на яйца. Ну, это уже несколько назад эпопея была. И на яйцах ставятся, которые жили на птицефабриках, которые еще где. Ну вот. Ну и поэтому, значит, если есть яйца по акции, их берут. Потому что, ну, это яйца курс птицефабрик и, в принципе, они дешевле, да, для сравнения разницы в цене достигают даже двух с половиной раз, да. То есть, вот. И, значит, идем и смотрим. Яйца, этот продукт, мы, вот, честно, не обращаем особо внимания на производителя, кто его сделал. Ну, лежат яйца и лежат. Ну, вот, смотрим. Значит, яйца категория М, да, то есть, ну, то есть, небольшие яйца стоят 99 центов, да. Это нормальная цена, потому что они стоят обычно евро 10, евро 15. Взяли 30 штучек и пошли. То есть, не обращая внимания на то, что, эти яйца немножко отличаются от привычных, ну, мало ли, какой новый производитель или еще что. И, значит, каково было наше удивление. То есть, вроде все, еще раз повторюсь, вроде все правильно. Все, ничего не нарушено, все. Мы, значит, принесли яйца домой. Значит, вот яйца лежат вот так вот, да. То есть, когда вы смотрите через это, незаметно разница. Значит, в первой решеточке было удивление, что вроде они заметно разнятся. Значит, яйца, вот, даже визуально заметно, что вот это яйцо меньше, чем яйцо, стоящее спереди, вот. И можно его и так посмотреть, и так. Ну, чтобы не думали, что это обман зрения, ставим, значит, на весы жирненькое яйцо. Жирненькое яйцо у нас весит 65 грамм. Яйца этой категории, 64, должны попадать в 53, 64. 64, да, то есть, вот, какое-то толстенькое, хорошенькое яйцо. Вот, берем это яйцо, ставим. Оно 54, да, то есть, формально все правильно. Просто создается визуальный обман, что спереди стоят большие яйца. Берем это, это тоже большое яйцо визуально. Вот оно. 62 грамма. Берем яичко с заднего ряда, это тоже поменьше. 60 грамм, но это не сильно поменьше. Берем следующее. О, Мишенька пришел. Вот. Опять еще один кандидат, интересно, вот этот натянет, 53. 54 грамма, все минимально натянуло, 54 грамма. То есть, ну, вот здесь, и причем в переднем ряду нет ни одного, ни одного, вот, вот, маленького нету. Вот это сколько? 61, да, то есть, оно большое, оно какое-то легкое. Значит, чтобы вы не думали, что это одна случайно выбранная коробка, потому что первую мы уже вскрыли, стали есть, открывая вторую коробочку, берем яйца из первого ряда. И берем яйца из второго ряда. Совпадение? Не думаю. Да, то есть, вот, не знаю, ну, так вот, конечно, не особо видно, но когда вот я их рядышком складываю. И вот сейчас, значит, это яйцо из первого ряда. Вешаем, я гарантию даю, что оно будет больше 60 грамм. Стоять! 60 грамм. Миша, запомни, 60 грамм. Ты вместо слоника сегодня взвешивай маленькое яйцо из заднего. 53! Тютелька в тютельку. Вот, еще раз положу. Стоять! 53 грамма. 53. То есть, берем это яйцо. Это яйцо из первого ряда, запомните. 63 грамма. Почти верхняя граница. Берем яйцо из заднего ряда. Оно опять уже визуально меньше. 57 грамм. То есть, яйца в заднем ряду меньше. Ну, давайте возьмем еще следующее яйцо. 57 грамм. Яйцо из переднего ряда. 56. Ну, какое-то попало в передний ряду. Так, взвесим это. 54. Ну, вот, короче, можно яйца взвешивать долго упорно. Вот последнее взвешиваю из переднего. Это тоже будет потяжелее. То есть, 60 грамм. Вот, вес, конечно, раздится. То есть, все визуально большие яйца находятся в переднем ряду, который вот этот прикрывает. Вот если вот сверху снять, так, да, то есть, вот яйца стоят таким вот образом на витринах, да? То есть, вы смотрите на эти яйца, и вы видите достаточно крупные яйца. Потому что, если на яйца смотреть вот таким вот образом, да, то есть, ну, и вот они вот так, как их поставлены, то толком не заметно, что эти задние яйца, ну, меньше этих, создается эффект, что они одинаковые. Особенно если вот как за дешевым гоняются пенсионерки, вот, а то это даже часто встречается. Ну, думаю, ну ладно, может быть, мы ошиблись. Причем яйца стоят 99 центов. И вот, значит, через день акция в магазине появлялась, и вот скинули на наши местные яйца. Причем сразу же повторюсь, это самые домные яйца, фаворит, да? То есть, это самая дешевая, это линия, это, ну, есть еще оптима линия, но это совсем уже, да? А фаворит, это, как бы, продукт, который делают для нашей сети, максимум. Здесь такие же яйца, такая же категория М, да? То есть, абсолютно произвольный, но, что мы видим, это яйцо из заднего ряда, из переднего ряда яйцо толстое, из заднего длинное, да? То есть, вот взвесим, два случайно взятых яйца. 61 грамм. Это яйцо. из заднего ряда. Яйцо из переднего ряда. 60 грамм. Берем произвольное яйцо опять из заднего ряда. 59 грамм. Берем яйцо из переднего ряда. 61 грамм. То есть, вот, и эти два яйца, если мы их сравним, они тоже практически одинаковы по размеру. Ну, чуть-чуть вот это меньше, но никто же не сказал, что яйца должны быть одинаковы. Тут разница гораздо больше. Вот возьмем еще какое-то яйцо из заднего ряда. Извесим. 57 грамм. Вот. Мы возьмем это с переднего. 60 грамм. То есть, яйца, как мы взвесили уже 6 яиц отсюда, мы, во-первых, не нашли ни одного, который был бы вот прямо нижняя граница, 53, а тут по 4-5 штук на десяток. И второе, они все приблизительно попадаются из одной категории. То есть, так несут. Ну, ладно. Это фаворит. Причем, эти практически в два раза дешевле, чем эти. 55 центов. На эти тоже была скидка 65. Это какая-то, я не знаю, тоже контора неизвестная. Не пишут, кто они. Тоже М. На 10. Заметьте, эти яйца дешевле. Берем произвольно два яйца. Одинаковые из обоих рядов. Вот они, яйца. Взвешиваем яйца. Это яйцо 62 грамма. Яйцо из переднего ряда. 63 грамма. Ну, давайте возьмем какое яйцо. Ну, это грязное, это может быть грязь, скажете, что еще весит на нем. Вот яйца. 60 грамм. 62 грамма. Ну, давайте возьмем еще какое-нибудь. Вот эту последнюю пару сравним. Вот, это знаково. Тут 84 не может яйцо весит. Как так? Ну, это яйцо утверждает, что оно весит 74 грамма. Давайте. А, вот на нем пыль. Так, а без пыли яйцо весит 60 грамм. Вот, вот о чем я и говорил. Если все это дело счистить, то оно становится... Это яйцо сколько весит? Это яйцо у нас весит 63 грамма. 63 грамма, да. Вот, выбираем, выбираем, выбрасываем, значит, выключаем наши весы. Вот, что я хотел, собственно говоря, зачем я взвешиваю яйца, зачем я смотрел, зачем я рассуждал. А стали смотреть, кто же такой умный у нас просочился. Причем вот такой упаковки раньше яиц не видели. Вот, оказывается, значит, производитель ОООСТАР... Значит, производитель фирмы ОООСТАР с Украины. Вот, и распространитель ОООСТАР УРОК, которая, кстати, находится у нас в Латвии, да, то есть ее представитель. Ну, честно говоря, если вы хотите распространять, я не знаю, кто вы такие ОООСтАР, откуда вы взялись такие интересные, если вы хотите распространять яйца, да, то есть, ну, вот, честно говоря, вот сейчас мы сделали, мы не купим уже больше эти яйца, вам придётся переубедить очень сильно. Потому что вроде экономия на спичках, но честно скажу, я уже давным-давно не сталкивался с такими вариантами, чтобы пытались вот на такой мелочи. Потому что мелкие яйца, как правило, есть куда их можно отправить, там всякие кондитерские, ещё куда-то там на хлебокомбинаты, где их заберут, им не важно, их по весу возьмут, а тут получается, что ну такой вот, вроде с одной стороны всё правильно, а вроде кидо. И если бы они вперемешку стояли в этих картонках вот таким вот образом, да, то есть, ну это было бы полбеды, да, то есть, ну ну может быть вот так. А тут получается, что такой вот нехороший эффект. Бывают и в нашей жизни, как говорится, огорчения. Это всё, что я вам хотел сказать на сегодня. Будете покупать яйца, внимательно изучайте. Оказывается, есть такой вариант. Я, честно говоря, надеюсь, что это только фирма OvoStar занимается такими вещами. И это их местное ноу-хау, потому что, я говорю, за много лет мы, может, мы просто отвыкли, может быть, где-то есть и... Это в норме вещей, но я говорю, вы видели, я показал даже самые дешёвые вот фавориты, да, то есть, это дешёвая линия магазина Максима, да, то есть, это не значит, что она плохая там или некачественная, да, но, в принципе, там возможны варианты и с качеством, и с размером, весом, да, то есть, но даже, даже фаворит делает уважаемый яйца OvoStar как бог черепаху, да. Ну, не знаю, если, лучше ли это способ для захвата рынка, тем более, что своих яиц у нас хватает. Ну, и как выяснилось, что, может быть, конечно, началась какая-то конкуренция между производителями яиц, но наши ответили ценой практически в два раза дешевле, чем у этих яиц OvoStar. Что же, это всё, что я вам хотел сказать на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кушайте вкусно, а ещё, оказывается, при походе в магазин будьте бдительны, даже в таких мелочах, лучше не ошибаться, тем более, зачем платить те же самые деньги, когда можно за те же деньги купить что-то, где вы получите именно полезный вес продукта, а не абы что. До новых встреч в эфире. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.